сегодня мы поговорим если по простому о психопатиях если по сложному о пограничных расстройствах личности если по медицинскому просто расстройствах зрелой личности мы уже говорили о большой психиатрии эндогенные расстройства эндогенные заболевания биполярное аффективное расстройство шизофрения органические поражения головного мозга эпилепсия мы говорили о неврозах невротических расстройствах невротической депрессии сегодня мы поговорим о таких расстройствах которые принципе могут напоминать это и другое и тем и другим не являться то есть пограничная между большой психиатрии и малой психиатрии то есть психопатии это стойкие устойчивые патологические состояния которые характеризуются дисгармоничность личности ну в частности эмоциональной сферой волевой сферой дисгармония волевой сферы и характеризуется отсутствием патологии интеллекта психопатию нельзя отнести к неврозу потому что это более грубое нарушение личности чем невротическая например реакция или невротическое состояние но и нельзя отнести к психозам потому что нету ну скажем так расщепление психических процессов например нет продуктивной симптоматики больные в ясном сознании и сохраняют критику к своему состоянию хотя бы частично критика к своему состоянию не теряется никогда они находятся в ясном сознании а вот психопатии и расстройство личности это ну скажем так постепенно развивающийся процесс то есть основой для того чтобы человек ну как сказать стал психопатом в первую очередь есть могут биологический биологическая почва то есть это то ли это наследственные факторы то ли это нарушение внутриутробного развития то ли это проблемы во время родов а вот то ли это вирусные там заболевания нервной системы в первые годы жизни то есть это должна быть какая-то биологическая основа и второй фактор который приводит к развитию психопатии это окружающая среда в которой развивается ребенок а вот это в первую очередь семья воспитание неправильное воспитание скажем так частые конфликты в семье алкоголизм наркомании без призорность детей или наоборот повышенная требовательность детям ну в семье а вот что накладывает отпечаток на развитие на психическое развитие как правило психопаты в семье встречаются поколениями и это связано не только с тем что ну вот если старшее поколение психопаты да то они как-то сильно травмируют детей но это связано также и с какими-то наследственными факторами соматического характера например слабость процессов торможения то есть повышенная возбудимость и слабость процессов торможения потому что это прямо видно вот это видно вот если вам привели такого ребенка да или подростка и привел папа психопат вот видно что у них у обоих имеется невозможность остановиться то есть вот там обязательно есть какой-то наследственный фактор боли боли очень там не обязательно слабая воля они вот в своих порывах что-то достичь могут быть очень настойчиво у них процессы торможения обычно слабые они останавливаются это я говорю про особенности темперамента связанные с качествами нервной системы с качеством биологического субстрата они вот они не могут остановиться вот если например там возбудимые психопаты гипертимные психопаты и наоборот бывают такие психопаты которые вот все время приторможены ну да если по простому то старые психиатры выделяли три типа расстройств личности это возбудимая тормозимые истерические или истероидные то есть то что гали говорит и истероидные это демонстративные привлекают быть в центре внимания привлекать своим поведением а вот это если так чтобы вообще по простому ориентироваться современной классификации психиатрии выделяют больше типов мы их будем рассматривать но и самое главное что присущая психопатия дисгармония личности она должна быть достаточно выраженная она должна быть она должна присутствовать не только в экстренных ситуациях ну например как при неврозах да то есть человек ну например тревожно-мнительный по натуре да во время невроза у него эти симптомы ну или эта мнительность заостряется и например приводит к агорафобии или генерализованному тревожному расстройству но в каких-то экстренных ситуациях а в норме ну в обычной ситуации эти особенности личности они не приводят какой-то дисгармонии в жизни так вот при психопатии как раз эти особенности это дисгармония она чувствуется и в обычное ну скажем так состоянии ну например если это возбудимый психопат то его только за день вот он сразу становится вспыльчивым раздражительным отстаивает свою точку там зрения не обращает внимание где он находится вот ему важно доказать что он прав а ты не прав вот или например истерический истерическая психопатия ну или психопат будет выкручиваться как уж на сковородке там это прекрасно выглядит со стороны это очень забавно но когда вы правда со стороны смотрите а если это вот рядом с вами живет такой человек то это непредносимо да и психопатия всегда приводит к социальной дезадаптации то есть вот тюрьмы наполнены психопатами наполнены возбудимыми психопатами потому что люди не способны собой руководить и останавливаться вовремя и психопаты это люди которые не удерживаются на работе это люди которым которые не удерживаются в отношениях потому что они они плохо адаптируются к любой среде то есть вот это вот признак дезадаптация он всегда присутствует да и не временное явление а постоянное можно ли сказать о том что если это дезадаптивный тип привязанности то это очень большая склонность психопатии зависимая если такая корреляция еще сказано было что еще есть окружающая среда то есть алкоголь я не очень я не очень понимаю что вы имеете ввиду говоря о дезорганизованном типе привязанности ну вот это про разные вещи это прям про разные вещи потому что вот дезорганизованные тип привязанности собственно привязанность это когда там мамаша была непредсказуемая по этой тоже тревожный я говорю о том где есть надежная привязанность тревожная которая тревожная революционная и вот из адаптивных из организации я пройти привязанность невозможно я думаю что вот невозможность формирования привязанности это только про отношения и у психопатов может быть это вот в области отношений но в первую очередь когда мы говорим о психопатии мы говорим о некоторой органической невозможности к обычной жизни ну и снова таки если по простому вот эта дисгармония личности дисгармония поведения человека в жизни она в первую очередь мешает ему самому жить и очень напрягает тех людей которые его окружают то есть он и вредит сам себе этим и вредит окружение своему ну это и приводит к тому что он социально плохо адаптируется а вот для того чтобы диагностировать психопатию или расстройство личности как медицинскую проблему должны быть обязательно три критерия эти критерия ну как-то очень просто запомнить первое мы уже говорили это выраженность психопатологических нарушений характера там или личности до той степени что это мешает человеку жить и самому и его окружающим то есть степени нарушения адаптации в среде а вот второе то что тоже мы говорили это тотальность проявления то есть психопатологические нарушения проявляются всегда и везде в обычной обстановке и в экстремальной обстановке тотальность и третий критерий это относительная стабильность то есть вы можете расспрашивая клиента который к вам пришел узнать что он например такой уже с детства со школы что это его какой какая-то особенность личности ну например не два года назад возникло после какой-то стрессовой ситуации а он такой был всегда продолжить до в течение всей жизни так в течение в течение всей жизни так было там в детстве на него например жаловались детском саду он был врачей и потом он был неуправляем в школе подростковом возрасте у него были многочисленные приводы в милицию вот во взрослом во взрослой жизни он там часто конфликтует не удерживается на работе там последний раз когда с работы ушел набил начальнику морду ну то есть вот понятно да что вот такой тип поведения для него был характерен всегда он такой был всегда отсутствие эмпатии не является критерием оценки это граждане психологические критерии вот и отсутствие эмпатии я подозреваю психиатры используют только когда имеют дело шизофрениками и но они проект даже говорят они говорят не про отсутствие эмпатии они говорят про уплощение как-то еще не говорят равнодушен к чувствам гриски есть какая-то такая формулировка специальная в принципе апатия это уплощение эмоциональной реакцией на значимые события назначим людей нет смотрите можно я дальше расскажу не стоит сказать что психопатия это процесс который не имеет временных рамок это это состояние динамика психопатии она проявляется в виде состоянии ну скажем так относительного благополучия и ремиссии да и декомпенсации вот что такое декомпенсация это ну скажем так сейчас по-русски ну это когда вроде он был договора способен некоторое время да и некоторое время с начальником на работе не ругался но потом по результатам там года ему премию выплатили на 200 гривен меньше чем его коллеги и все и его разнесло и вот он к начальнику ходил к коллеге выражал всем рассказывал с работы уволился очень сильно переживает несправедливость то как к нему отнеслись но до этого было более-менее затишь и они очень болезненно реагируют на любые вот на любые вещи которые склонны расценивать как несправедливость как унижение оскорбление там понимаете ну снова таки если мы говорим про более выраженный органический фактор то психопатия будет носить более скажем так ядерный характер то есть дезинтаптация такого психопата будут очень выражены если мы будем если мы говорим про то что органические вещи более слабые но например человек вырос и гармоничной семьи то это будет психопатия менее выраженная называют еще краевая психопатия и человек в данной ситуации будет более адаптирован я бы сказала он будет более адаптивен поскольку он без яркой органической патологии то он когда будет помягче более адаптивен не знаю что сейчас дифференциацию между ограниченными способом организации личности вот я не помню говорил я вам о том что слово пограничные и штанте может обозначать много разных вещей я вам говорила об этом вот я напоминаю значит в штанте снова пограничный почему-то называю господи боже мой я даже не знаю как она называется вот шизоидные пограничные и нарциссические тип личности выделяют динамическим динамическим невротические часто называют пограничным вот я не знаю как вы я много раз слышала как вы как невротические вот этот невротический тип личности называют пограничным вот и дальше имеется медицинский диагноз из дсм который называется пограничное расстройство личности и есть такая прекрасная книжка нэнси маквильямс которая говорит о том что бывают люди которые организованы невротические психотические имя где-то на любом чего Функционирование. Тип личности может быть любым. То есть шизоидный, параноидный, нарциссический, асоциальный, истероидный, там всякий. Асоциативный. Да, вот всякий. Вот любой тип личности может функционировать на невротическом уровне, на пограничном уровне и на психотическом уровне. И есть специальные приметы личности, которые функционируют на пограничном уровне. Я прям не знаю, стоит ли об этом рассказывать сейчас. Стоит вам это рассказывать сейчас? Про Маквильямс? Да, про Маквильямс. Ее можно почитать. Это правда. Некоторые так и делают. Прям открывают и читают, там все написано. И имеется современный диагноз пограничное расстройство личности, который является, на мой взгляд, такой вот свалкой, какой раньше являлся диагноз шизофрения. Ну, вот в те времена, 30 лет назад, когда я начинала работать в психдиспансере, вот свалкой диагнозов являлся диагноз шизофрения. То есть любой больной, поступивший в стационар с не очень понятной симптоматикой, получал диагноз шизофрения под вопросом. И дальше, если это не становилось никому яснее, что с ним такое происходит, он закреплялся, и больной инвалидизировался. Вот те времена прошли, и теперь вот такой вот свалкой, это официальная такая свалка, является диагноз пограничное расстройство личности. Потому что, когда я читаю вот этот вот список, список, там такой большой список, ДСМ, какие нарушения относятся к граничному расстройству личности, так там, граждане, такие прикольные вещи написаны. Они прямо вот в моей голове из очень разных диагнозов. Вот прямо из очень разных диагнозов. Но если вы там насчитали, по-моему, 6, что ли, 6 из этого списка и 4 из этого списка, то вы можете смело диагнозировать пограничное расстройство личности, если он доктор. Это сделано из каких-то серьезных теоретических, психоаналитических соображений, поскольку последние пересмотры ДСМ делали психоаналитики. И у них есть свои соображения, к реальности это имеет малое отношение, но вот бедные врачи вынуждены шифровать диагнозы в соответствии с ДСМ. Вот. А вот сейчас тут дальше уже про специфические расстройства личности. Ну, если брать классификацию психопатии, да, выделяют, ну, основные возьмем сегодня нозологии, выделяют параноидное расстройство личности. Это рубрика F60. То есть, если к вам приходит клиент и говорит, что он наблюдался у психиатра с диагнозом там F6, 0 и так далее, то это рубрика расстройств личности. Параноидное расстройство личности – это F60.0. Шизоидное расстройство личности – F60.1. Дисоциальное расстройство личности – это F60.2. Истерическое расстройство личности – это F60.4. Анонкастное или обсессивно-компульсивное расстройство личности – это F60.5. Тревожное расстройство личности – это F60.6. И зависимое расстройство личности – это F60.7. А три нет? А три – это эмоционально неустойчивое расстройство личности. Ну, мы… Тревожное расстройство личности – это последнее, 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 последнее. Зависимое. Ну, как вы слышите по названиям медицинским, да, в принципе, мы это же самое проходили и в неврозах. Да, и обсессивно-компульсивный невроз, и тревожное расстройство, и истерические, и так далее. То есть… Ну, то есть основным признаком, который отделяет психопатия от неврозов, является длительность и стойкость расстройства и его существование в течение всей жизни. И которая, ну, практически малоаккурабельна. То есть это… Ну, если говорить про психотерапию… Неаккурабельна, это в рамках психотерапии. Вот я не помню, рассказывала ли я вам про больную Филатову с истерией. У нее была истерия, и много лет мне надо было ее посмотреть на ФТЭК. Она не работала, у нее была вторая группа инвалидности. И много лет, ну, каждые два года мне ее присылали на осмотр. Не рассказывала я вам такую прекрасную историю. Прекрасная женщина была. И каждый раз осмотреть ее мне не удавалось никогда. То есть все, что я могла, я могла описать ее поведение в кабинете. То есть я писала, что больная пришла, работать соглашается, но при этом ничего не делает. Начинает плакать, жалуется на усталость. Жалуется, что ничего не видит. Причем она исполняла прекрасные вещи. Например, она говорит, я не вижу без очков. Я говорю, ладно, хорошо, давайте вы завтра, когда поедете в отделение, вы не забудете очки дома. Она говорит, ладно, хорошо. На следующий день я с утра выхожу в холл, вижу больную филатову, говорю, ну что вы очки взяли. Она говорит, нет, я не взяла. Я говорю, ну ладно, хорошо. Она говорит, я за ними съезжу домой. Я говорю, да, конечно, съездите домой. Она едет домой, возвращается. И приезжает она с очками, у которых стекла разбиты. Причем видно, что их били молотком. Вот, стекла разбиты. И вот так вот крест-накрест заклеены синий изолентой. Я ей говорю, а вы мне что-нибудь видите? Она надевает и говорит, нет. И в общем, это продолжалось долго. Это продолжалось годы и годы. Но однажды ей не повезло, потому что за в отделении, которое она в отделении всегда лежала, в тот момент, когда больная Филатова поступила в отделение для прохождения ФТЭКа, за в отделении она была в отпуске. И вместо нее был злобный Михаил Юрьевич Бусурин. Михаил Юрьевич Бусурин посмотрел на больную Филатову и назначил ей нейролептики. И на фоне нейролептиков через три дня приходит ко мне больная Филатова. Садится и кротко делает все, что я ей предлагаю. Это вот кружочки считает, там цифры в таблицах Шульте находит, там пословицы истолковывает, исключение понятий делает. Массификацию раскладывает. Ну, короче, ангел, ангел. И самое главное, никак не возражает. Не возражает, вот исполнения никаких не исполняет. Ну, то есть, вот это, вообще, вот прям как ангел. А все, вот знаете, волшебная сила Аминазина. Вот. А она была такая очень женщина дезадаптированная. Ну, судя по тому, что я рассказала. Правда? А Аминазин у нее прям волшебно повлияло. Ну, то есть, это о чем говорит? О том, что все-таки, когда есть болезнь, то не нужно рассчитывать, что вы сможете болезнь вылечить. Слово нет. Нужна коррекция медикаментозная. В частности, действительно, нейролептики, антидепрессанты, стабилизаторы настроения, они приносят существенную пользу таким клиентам. Они лучше адаптируются, ну и, соответственно, будут лучше ходить к вам на терапию. А можно еще раз? Психопатия от невроза отличается длительностью чем еще? Постоянством, длительностью и выраженностью. Личностного. Личностных особенностей, тотальностью. То есть, она проявляется всегда и везде. Она существует на протяжении большей части жизни больного. Охватывает все сферы его жизни. Вызывает нарушение адаптации. И практически никак не купируется с возрастом. То есть, вот с возрастом не происходит никаких изменений. Ну, правильно я понимаю, что если мы там депрессивное расстройство рассматриваем как невроз, то оно усугубляется, если не лечит. А психопатия, получается, она в том же... Она ровненько идет себе всю жизнь, ни вверх, ни вниз особо... Да. Вот возбудимые психопаты, например, они к старости делаются не такими возбудимыми, просто потому что физических сил становится меньше. Поэтому они уже ограничивают тем, что они матом ругаются, а лезть в драку они уже не лезут. Потому что понимают, что уже не стоит. Но еще стоит указать, что состояние декомпенсации чаще возникает в связи с какой-то вредностью. Например, повышенная усталость, нагрузка на работе или какое-то инфекционное заболевание. Да. Это может приводить психопата к экзацербации его личностных особенностей, например, возбудимости или, наоборот, тревожности. То есть у психопата может быть симптоматика такая же, как, например, при депрессии, такая же, как, например, при психозе в том числе. Но это более кратковременное состояние, не такие выраженные, как дисгармония личности. Ну, посмотрите, вот у меня был абонент на телефоне, Дмитрий Юрьевич, прекрасный человек. Он никогда, он не работал, ему было на момент обращения к нам 57 лет, и он не работал последние лет 25, потому что он боялся умереть, выйдя на улицу. В связи с тем, что он боялся умереть, выйдя на улицу, у него даже не было группы инвалидности, потому что для того, чтобы получить группу инвалидности, больной должен совершить большое количество телодвижений. Ему следует, как минимум, выйти из дома, доехать до психдиспансера, пожаловаться на свое состояние, потом доехать до психбольницы, лечь в отделении, проезжать в отделении месяц или полтора, а потом еще ходить по кругам ада, оформляя себе инвалидность. А месяц? Да, совершенно верно. Он не мог ничего из этого сделать. Поэтому он сидел дома. Он не был в психозе, то есть это не была шизофрения. Это была психопатия, наступившая у него после гриппозного менинга энцефалита. То есть у него был очень тяжелый грипп, ну вот 30 лет назад у него был очень тяжелый грипп, и был стертый менинга энцефалит гриппозный, такое часто бывает. И после этого у него вот на этом органическом фоне развилась психопатия такого вот ипохондрического типа. И он обнаружился у нас на телефоне в тот момент, когда мама, которая всю жизнь за ним ухаживала, кормила его на свою пенсию, когда мама стала совсем дряхлой, не могла больше выходить из дому, не могла больше за ним ухаживать, и он требовал, чтобы его немедленно вылечили. Но при этом на его условиях, вот обратите внимание, это про нарушение адаптации на его условиях. То есть профессор должен был приехать к нему домой и осмотреть и назначить лечение. И меньше, чем на профессора граждане он не соглашался. А когда я робко заговорила про ФТЭК, он мне сказал, что он согласен получить инвалидность, но если ФТЭК приедет на дом. И потом, когда мама наконец умерла, и маму похоронили, и он не выходил из дома, то есть маму хоронили без него. И маму, когда похоронили, он стал нам звонить и требовать, чтобы мы нашли ему женщину, которая будет за ним ухаживать. Новую маму. Новую маму, да. И желательно, чтобы у нее была хорошая пенсия, и чтобы они вдвоем могли жить на эту пенсию. Вот вы должны понимать, он не был бредовый. Он не был бредовый. Это было все в рамках трезвого сознания. То есть он был в себе. Но вот его... Вот его картина мира, она была так прекрасно закручена вокруг его болезни, вокруг него самого и его потребностей, что она вообще никак не включала реальность. Вот такой вот был прекрасный Дмитрий Юрьевич. Так как он дальше, судьба его? Понятия не имею. Вот не знаю я ничего про это. Такая же конечка. Я думаю, что он в конце концов всех достал. И... Ну, потому что он жаловался. Он был такой вполне сутяжный. Он жаловался, жаловался, жаловался. И я думаю, что в какой-то момент за ним приехала психбегада, его отвезли куда-нибудь на победу в психбольницу. И там, видимо, он уже сделал все проблемы врачей. Ходить тоже не мог. Да, вот я думаю, что в этом были плюсы. Потому что он был очень досталучен. Хорошо. Если пойти уже по нозологии. Первое – это... Ну, возьмем параноидное расстройство личности. Наверное, из самого названия уже вы понимаете, да, что такие психопаты, они очень подозрительно ко всему относятся. Они очень чувствительны к мнению окружающих. Они зависимы от мнения окружающих. Им важно получать признание. Им важно получать позитивное признание и позитивную оценку. И тогда они гордятся собой. И с ними как-то можно общаться. Но если это не так, то они записывают человека во врага. Если он один раз ему не понравился, то это враг на всю жизнь. То есть у параноидных психопатов отсутствует гибкость во взаимоотношениях с другими людьми, способность находить компромисс. И то, что происходит в отношениях у психопата параноидного с другими людьми, ими трактуется в негативном ключе по отношению к себе. И их в этом бывает достаточно сложно разубедить. Да вообще, по-моему, невозможно их в этом разубедить. Вот параноидный психопат, он прям искренне убежден, что все люди в этой вселенной ночами не спят, а все думают о том, как причинить ему какой-нибудь вред. Я говорю такой своей клиентке, послушай, почему ты думаешь, что она, враги, не думает ни о ком другом, кроме тебя? Да она вообще о тебе ничего не... Она вообще о тебе не думает и не помнит. И то, что она сделала вот это и вот это, это не потому что она собиралась причинить тебе вред, а потому что она собиралась причинить себе пользу. А про тебя она не подумала в этот момент вообще. Так знаете, это еще хуже. Это еще оскорбительнее. Обо мне не думает. Да. То есть все равно интерпретирует. Да. Ну и по сути, если говорить про механизмы прерывания контакта, то основной механизм прерывания контакта у параноидного психопата это проективная идентификация. Да, окрашивание. И это страшно. Что бы ты ни делал? Что бы ты ни делал. Вот если у него уже есть к тебе отношение, то вот ты попадаешь в это отношение, и он воспринимает тебя так, как будто ты такой есть. Как во всякой проективной идентификации. То есть если вот ты записан во враге, да, то что бы ты ни делал. Вот даже если ты приятно улыбаешься и угощаешь шоколадной конфеткой, это все равно имеет порождительный характер. Лишь отравить хочешь не будет. Нет, наверняка, вот даже если конфетка не отравленная, но это к нехорошему. К нехорошему. Ну, то есть в период декомпенсации у параноидных психопатов действительно могут быть сверценные идеи. Ну, например, ревность и эпохондрические сверценные идеи. Слово такое сверценное? Сверценная идея – это когда какая-то идея охватывает сознание человека практически целиком, но которая подвержена, ну, скажем так, коррекцией. То есть человека можно… Можно, но она не бредовая, она вот, она могла бы соответствовать реальности. Вот для меня так. Вот когда, ну, то есть она, ну, это не про ядовитый газ, который соседи подпускают через розетку. Типа что-то одно не есть, да, потому что оно очень… Потому что оно, например, очень вредное, да. Или там сверценная идея, там вот про коллегу, который собирается тебя подставить. И все его действия, они интерпретируются, да, вот в этом ключе. И разубедить, на самом деле, вот человека, оплаченного сверценной идеи, в том, что вот коллега мог ничего такого в виду не иметь, не удается. Вот про дезадаптацию в каких-то экстренных ситуациях. Вот Саша сказал, в случае болезни, да, вот после болезни на фоне остыни, например, это все усиливается. Вот моя клиентка была доктором, и она работала сутками, у нее были тяжелые дежурства. И у нее до компенсации наступало после каждого дежурства. То есть сутрица после дежурства исполнить коллеге, который пришел на работу, истерический припадок по поводу того, что она знает, что он хочет, чтобы она написала посмертный эпикриз на его больного. То есть коллега еще только успел здрасте сказать. А она уже знает, что он сейчас будет настаивать, чтобы она написала вместо него посмертный эпикриз на больного. Вот. И мне вот про психотерапию. Мне удалось ее научить, прежде чем устраивать коллеге припадок и обвинять его, съесть сникерс. У нее был запас сникерса в ссылочке. Вот ей надо было съесть сникерс, запить его горячим чаем и выждать 10 минут. Ты пропускала? Да. Обходилась без скандала. Коллега сам садился писать? Ну там, да, коллега сам садился писать. Больной-то его. Конечно, он умер на ее дежурстве. Но писали, ну больной его, он лечащий врач, поэтому он садится писать посмертный эпикриз, а она едет домой спать. Так, если, в принципе, по диагностическим критериям, так в общих словах рассказали про параноидного психопата. Чем отличается параноидный психопат от шизофреника? Тем, что при шизофрении в первую очередь нарастают нарушения мышления, нарушения восприятия. При параноидной психопатии нарушения мышления отсутствуют. То есть там нет ни соскальзываний, там нет ни парологии, там нет ни нарушения абстрактного мышления. Нет снижения интеллекта в течение болезни, ну то есть по мере развития течения времени. Не развивается слабоумие шизофреническое. И, ну, то, чего боятся обычно, да, переходит ли там невроз в психоз, там переходит ли психопатия в шизофрении, ну, параноидная шизофрении, параноидная психопатия в шизофрении. Нет, если вы сталкиваетесь с такими случаями, что вот кто-то сказал, что это так, то, скорее всего, был неправильно установлен диагноз. И это и была шизофрения изначально, просто ее там неврозоподобные формы и психопатоподобные формы. Идем дальше. Перерыв? Может, пора суть? Нет. Нет. Еще? Можно спросить, вот и нарушение контакта, это происходит при этом? Проективная идентификация. Проективная? Да. Спасибо. Понимаете, что это такое? Я сам не понимаю. Сейчас я расскажу. Значит, что такое проективная идентификация? Это я в Сургале расскажу. Что такое проективная идентификация? Это такая форма взаимоотношений с миром. Но вот способы нарушения контакта – это очень забавная формулировка, потому что на самом деле способы нарушения контакта – это способы переживания и переработки и осознания опыта. Это способы получения, проживания и переработки опыта. И проективная идентификация – это когда мир и люди в нем воспринимаются таким образом, что у человека, вот он на вас посмотрел, и он уже все про вас знает и как-то к вам относится. И вот он с этим своим знанием и отношением ведет себя с вами таким образом, как будто вы и есть такой, как он про вас подумал. То есть вот он про вас подумал, да, и ведет себя с вами так, как будто вот такой. И граждане, это необыкновенно заразная вещь, потому что через некоторое время, ну знаете, вот назови человек шесть раз свиньей, на седьмой раз он закрюкает. С вами происходит то же самое. То есть вот некоторое время вы сидите с этим клиентом, и он ведет себя с вами так, как будто вы его ненавидите. И прям вы понимаете на десятой минуте, что вы его не просто ненавидите, а вы его ненавидите пламенно и страстно. Причем это странно, и вы отдаете себе отчет в том, что это как-то очень странно. Потому что вы видите этого клиента типа первый или второй раз в жизни, он вам еще ничего плохого сделать не успел. И вы сидите и судорожно соображаете, за что вы его ненавидите. Ничего не понятно. Что за вот это вот? Ничего про это не понятно. Ну ненавидите. Ну он как раз подкрепляет свое... А он в этот момент, он же все это хорошо считывает, потому что у вас голос меняется, выражение лица меняется. И все понятно. Он же правильно, он же правильно все предположил. Вы его ненавидите, да? И вот вы сидите в такой прекрасной гармонии. Вот у меня последний эпизод, когда я так прекрасно попала под раздачу с проективной идентификацией. Это когда клиент, причем она меня сразу предупреждала, что у нее были серьезные проблемы с предыдущим терапевтом по поводу денег. И я очень долго держала себя в руках. Долго я держала, я помнила про это. Я все время про это помнила. Я все время себе говорила, Галя, помню, у нее деньги. Галя, помню, деньги. И вот, наконец, она, значит... А у нас договоренность такая, что если я не успела выйти из дому, то она может не оплачивать пропущенную сессию. Но она у меня была одна, вот одна в какой-то деле. И если я не вышла, то я думала, боже, как хорошо. И остаюсь вышивать. Вот. А если я вышла и уже еду в офис, то пропущенную сессию надо оплатить. Граждане. Это было прекрасно исполнено. Прямо прекрасно исполнено. То есть вот у нее сессия назначена на 14. И я выхожу из дому в 13. И когда я спускаюсь в метро, она отправляет мне в 13.11, она мне отправляет смс-ку. И вы понимаете, что я получаю смс-ку только выйдя из метро. Вот я выхожу из метро. И, смотрите, может, оно булькнуло в метро. Может, оно там вылезло. Ну, вообще, граждане, я достала телефон. Достала телефон только здесь перед дверью. И вот там смс-очка. Я ее открываю. Она меня предупреждает, что она не приедет. И я, значит, ругаясь матом, еду домой. После чего она ко мне полгода не ходит. Потом приходит. И заговаривает со мной о деньгах. Вы поняли, да? Я же не помолчала. Потому что в этом было столько зазывного, да? Что я ей сказала про те деньги. Хорошо, что вы пришли, а мне как расколотки нужны. Нет, я ей сказала, а ты помнишь, что ты со мной тогда не расплатилась? Вот. И мы расстались на этой ноте, вот, после такого выразительного скандала, когда она кричала на меня, что это нечестно, и как я смею требовать с нее деньги, потому что она отправила мне смс-ку за час до того. Понимаете, как устроено? Доходчиво? Да, параноидные психопаты, они очень часто маскируются под ипохондрических пациентов. Носятся по больным, по больницам, сдают анализы. И вроде мы думаем, что, ага, это психопатия, ой, то есть это психосоматика, это ипохондрия, да? Это невротическая симптоматика. На самом деле нет. Это особенность личности, параноидное расстройство личности. У меня была родственница, которая писала в своем имя журнала здоровья. И вот каждый журнал здоровья она открывала, и она болела всем, что было в этом выпуске. Поэтому, сами понимаете, если вы взяли в терапию клиента, у которого, ну, вы думаете, психосоматика, сейчас мы поработаем с симптомом, там, все такое, да, и у вас в ближайшее время ничего не получается, направляйте, пожалуйста, к психиатру. Потому что если это параноидное расстройство личности, то у вас, скорее всего, и не получится. Александр, ну, правильно я понимаю, что если мы говорим о уровне возбудимости, то там с эпохондрией, как бы, очень большая разница. То есть, агрессия, и вот прям, как понесло и понесло, невозможно остановиться. Это воспудимые психоатру. Это про диссоциальное расстройство личности, это дальше. А параноидное, да, это про подозрительных, про недоверчивых, про обидчивых людей, которые застилают пространство своими представлениями, они тестируют реальность. Они очень правила еще любят. Пунктуальные требования. Требуют соблюдение правил. А вот. Хорошо, идем дальше. Шизоидное расстройство. Шизоидное расстройство личности. Да, вот это люди, которые склонны к уединению, склонны к... К обороженности. К обороженности от других людей. Им сложно выстраивать отношения. Им сложно распознавать переживания других людей. Они, с одной стороны, холодны и оборожены, а с другой стороны, очень ранимые. Эти люди склонны жить не тем, что они видят и слышат, а своими представлениями о мире. И если этих, ну, скажем так, фантазий по поводу того, как там... Что происходит вокруг него слишком много, то такие личности, они очень далеко уходят от реальности. И воспринимают, по сути, реальность искаженно. А вот. Это все похоже на Ван Гога. Шизоиды очень... Ну, они могут, на самом деле, выдерживать достаточно однотипную, монотонную работу. И вот очень часто шизоидные психопаты там выбирают, например, программирование как профессию. А вот, то есть, среди людей им сложно, а вот там сидеть, колупаться в циферках, это как-то им под силу. А вот. Диагностическими критериями шизоидной психопатии есть следующее. Ну, то, что я говорил. Эмоциональная холодность, отчужденность, снижение эмоциональных реакций, уплощение эмоциональных реакций. Неспособность проявлять теплые, нежные чувства по отношению к другим людям и сниженная реакция на похвалу, так же, как и на критику. Незначительный интерес к сексуальным отношениям. Ох, какой он тоже. Незначительный интерес. То есть, им это малоинтересно. А, незначительный. Да, у меня на работе есть такой парень. Я у него спрашиваю, а как ты думаешь, ты нравишься девушкам? Он не знает вообще этого. А тебе девушки нравятся? Ну, не знаю. Про мальчиков не спрашивал. Сидит он, программист. Ну, я ему дал задание посчитать, сколько раз к нему подходит та девочка и та девочка на работе. Ну, Саша! Он записал и с удивлением пришел ко мне на следующую сессию и сказал, блин, так она ко мне чаще всех подходит. Это что, я ей интересен? Что вы сделали? Я говорю, ну да. Блин, он расплакался реально. Ой, ты. Ну, то есть, они очень... Хороший мальчик. Да, они очень трогательные, как бы. Подождите, вы вроде расплакался, а как же холодно? Ну, вот... Одновременно. Ты пробил брех. Да, да, да. Разно пив, распугайся. Еще один из критериев, то, что мы... То, что я уже говорил, отсутствие близких друзей или доверительных связей. Ну, и, в принципе, иметь такие связи. Ну, вот этот парень мне говорил, я хочу там карьеру построить. Ну, при этом у него ни друзей, ни подруг нечего. Живет с родителями. В интернете была прекрасная история про... У меня старший брат программист. 29-летний, бородатый, здоровенный мужик. В его трубочке живет плюшевый слон. У слона есть мисочка, ложечка, чашечка. Вот он никому не разрешает слона трогать. Трогатель на нем заботится. Вот явно шизо... Аккурат программист. Кем он так называет шизоевый психопат? Единственная привязанность, которая есть, это плюшевый слон. Так а в чем там психопатия, реально, проявляется? В том, что это стойкое состояние отчужденности. В том, что эта отчужденность вредит ему. То есть, в первую очередь, вредит его адаптации. Ну и сами понимаете, с таким человеком выстраивать отношения. Но достаточно сложно. Нет, с ним сложно жить. Например, он может не убирать комнату. И с ним невозможно договориться. Например, про убрать в комнате. При этом он может быть совершенно не агрессивен. Но вот ваши разговоры о том, что в комнате должно быть убрано, они никак его не колеблют. Никак его не колышут. Он, в общем, даже согласен с вами, что в комнате должно быть убрано. Но при этом он убирать в комнате не будет. А как же армия? Их же забирают в армию. Нет, психопатов в армию не забирают. А, то есть, их раз различают еще... Распознают в военкомате. Конечно, психопаты в армию. Психопаты в основном офицерские составы. Мне кажется, сначала в армию попали. Психопатов никуда не берут. То есть, еще раз, если вы думаете, что психопаты занимают высокие должности и посты, это миф. Это несказковые. Это нездоровые люди психические. Они не могут адаптироваться в обществе. Вот основным признаком психопатии является, граждане, нарушение адаптации. Вот для того, чтобы чего-то достичь в этом мире, люди должны быть к этому миру как-то адаптированы. Они должны быть способны. Разговаривать с другими людьми, устойчиво выполнять какую-то трудовую деятельность. Но для того, чтобы построить карьеру, вы должны хотя бы какое-то время продержаться на одном месте. Чтобы вас заметили, оценили и продвигали по карьерной лестнице. Для психопата это невозможно, потому что его заболевание не позволяет ему поддерживать устойчивое отношение с другими людьми. То есть вот там основной признак – это нарушение адаптации. Если мы, ну, снова-таки, если к вам приходит клиент, который жалуется, что его ничего не интересует. Ну, там, не интересует отношение, ничего не хочется. Секс, как-то это вообще не про него. Что он не хочет там выходить на улицу и общаться с людьми. Не хочет ходить на работу. Что отношения ему трудны. Это может быть не депрессия. Это может быть шизоидная психопатия. Поэтому, снова-таки, если вы работаете, начинаете работать, не видите какой-то заметной динамики. Ну, берете там два месяца, ну, полгода, хорошо. Да? И вы не видите заметной динамики, то попробуйте заподозрить, что это может быть психопатия. Вообще, как только у вас нет никакой динамики, а клиент выглядит странно для вас образом. То есть вот он не выглядит, как обычный человек. И динамики вы никак не видите. Вы отправаете клиента консультироваться к психиатру. Вот про это надо помнить. Вот смотрите. Идея проконсультировать клиента у психиатра, она должна лежать на поверхности. Вот как только у вас появляются вопросы, на которые вы не знаете ответов, и на которые невозможно получить ответы у клиента. Ну, вот потому... Ну, вот вы спрашиваете, почему у тебя там ни друзей, ни подруг, никого, близких нет? И он пожимает плечами. Ну, там, тяга там... А у тебя были друзья, не было никаких друзей? Вот объяснить это невозможно. Ну, просто никогда не было, да? И неплохо, конечно, поконсультировать человека. Потому что, ну, вот, ну, обычно у людей есть какие-то близкие люди. Правда же? А если нет, то лучше спросить у доктора. Ну, ладно. Снова-таки, иногда шизофрения начинается вот психопатоподобной формой. То есть, ну, например, родственники начинают замечать, что человек перестал общаться с людьми, что, например, подросток перестал ходить в школу, потому что ему как-то неинтересно стало там, те ребята, которые там учатся, или еще как-то уединяются, они выходят на улицу, читают какие-то фэнтези, или играют в игры, ну, то есть уходят в какую-то реальность. Это еще ничего. Боже, если он начинает ницше читать. Ну, когда он начинает читать ницше, то это уже не шизой. И таких могут приводить клиентов, ну, особенно, например, подростков, там 18-20, ну, в районе 18 лет, да, приводить, потому что как-то изменился по характеру человек. Ну, то был веселый, энергичный, общительный, а тут как-то изменился по характеру. Стал вот таким замкнутым шизоидным, да. То, в первую очередь, если вы видите резкие изменения характера, это не психопатия. Но это что-то плохое, да. Это может быть дебют шизофрении в виде психопатоподобной формы. Поэтому тут точно хорошо бы отправить к психиатру. Это мы сейчас вот разбираем, ну, такие формы психопатии, которые, в принципе, могут встречаться. Ну, например, там с идеями ревности там жена приходит, да, например. Вот у меня была семейная пара, супруга считала, что муж хочет ее жить со свету, ну, то есть как-то развестись и лишить ее всех имущественных прав и все такое. Она записывала, даже наш с коллегой разговор записывала на телефон, ну, сессию семейную. Потом предъявляла мне претензии и говорила, что она меня в суд подаст, что... Я не знал, что она там записывает, но, короче, угрожала судом. Вот параноидная психопатка. За что? Короче, я сказал о том, что я знаю, что она обращалась к психиатру, и коллега мне говорил, что она обращалась к психиатру. Ну, коллега сразу параноидную психопатию поставил и предупредил меня, что это параноидная психопатка. Сделай что-нибудь. И муж просил слезное, сделайте что-то, я на семейную консультацию готов прийти, ну, чтобы жену полечить. Ну, то есть, по сути, они вступают в отношения, женятся, детей рожают и так далее. То есть, не имеет, так тяжело, что мама не горит. Посмотрите, мы все время перескакиваем с диагнозом на диагноз. Потому что это сейчас Саша описывает параноидную психопатку, подозрительную, с идеями, там, причинение вреда, ущерба, чувствительной клетки. А шизоидные психопаты – это другие психопаты. У них клиника выглядит иначе. Они уединяются, у них какие-нибудь могут быть причудливые фантазии, живут во внутреннем мире, не контактируют с людьми, не интересуются сексом. А нас сейчас убьет. Если брать, например, следующую психопатию, то там все понятно, от них стоит держаться. Дальше. Дисоциальное расстройство личности. Ну, по-простому, асоциальное. То есть, это человек, у которого грубо не соответствует поведению принятым общественным нормам. То есть, это человек, который игнорирует общественные нормы, который опирается не на какие-то рациональные вещи, а на какие-то порывы, инстинкты, эмоции. Эти люди часто импульсивны. Им важно доказать свою правоту. Они могут примириться, простить другого человека, потерпеть, договариваться. У них повышенная возбудимость, вспыльчивость, раздражительность. Из диагностических критериев, ну, скажем так, основной – это бессердечное отношение или равнодушие к чувствам других людей. Неспособность извиняться перед другими людьми, и чувствовать вино перед другими людьми. И извлекать какую-либо пользу из поступка своего. Имеется в виду из неправильного поступка. Корректировать свои поступки. И из наказания за совершенные поступки. То есть, такие психопаты диссоциальные, пройдя тюрьму, они… Никакого урока из этого не избегают. Это Харьковский насильник, это не поезда, это в серии. Который пятый раз он вышел из тюрьмы и опять изнасиловал девочку. Не знаю, кто такого. Вот, смотрите, еще раз. Бессердечное… Вот, диагностические критерии. Бессердечное равнодушие к чувствам других. Грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями. Неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений и восстановления отношений. Крайне низкая толерантность к фрустрации, а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие. Неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта. Выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта в конфликту с обществом. Вот смотрите, вся вот эта вот описанная красота, все вот эти пункты от А до Е, это о чем? О том, что для дисоциального или асоциального психопата другие люди не являются человеческими существами. они являются некими обстоятельствами его жизни, которые препятствуют ему в достижении его целей. И никакие воздействия на этого психопата с целью обратить внимание на то, что у других людей тоже есть права, не приводят к нужному результату. То есть это такое вот устойчивое расстройство, которое вот свидетельствует об отсутствии эмпатии. Что такое эмпатия, граждане? Это способность со-чувствовать другим людям, да? Оставаясь собой, я могу понимать чувства других людей. У них этого нет. Другие люди являются некими обстоятельствами или условиями их жизни. То есть если у вас есть что-то такое, что ему понадобилось, то у вас не следует просить разрешения. Это надо просто отнять, потому что ему оно надо. И извлекать какие-то уроки из наказания, например, эти люди не в состоянии. Потому что у них не складывается вот эта логическая цепочка про действия и их последствия. Они начинают действия, не подумав о том, что они получат в результате. И, соответственно, не способны образовывать связь между действием и последствием. Я же вам рассказывала про Серёжу Пупсика. И так получилось. Рассказывала же я вам такую прекрасную историю? Про Пупсика? Да. Вот сначала они напились, потом они укололись, потом они разбили, избили патрульных, разбили патрульную машину. И так получилось, непонятно почему, что их приняли в РОВД. Перехват, между прочим, был организован. Беркут вызывали. За каждого из них пришлось отдать по три с половиной штуки зелени. Прямо очень странно. Правда же? Так получилось. Да, вот никак не связаны между собой действия и их последствия. Если говорить про дистанциального психопата, то такой человек вряд ли придёт на психотерапию. Зато могут появляться ему многочисленные родственники. Жертвы. Ну, оказывается, его жертвы. Ну, что вы можете сказать им хорошего, это что такого человека нужно лечить. Но вряд ли у них хватит силы духа на это. Вот. Тогда сваливать. Сваливать. Да. Вот. Как-то так. Причём самое прикольное, что в тюрьме они, как правило, поведение никак не меняют. И это никак не меняет их поведение. То есть, вот это для возможности связывать действия и последствия у них так и не формируется. Снова-таки, если мы говорим про дифференциальную диагностику, диссоциативные психопаты, вот такая диссоциальная психопатия, она может быть дефектом личности при эпилепсии. То есть, человек, у которого, например, приступы потери сознания, судорожные припадки, очень редкие, но человек болеет, например, уже эпилепсии очень долго, может формироваться тип личности вот по эпилептическому кругу, по диссоциальному кругу. Возбудимые, злопамятные, нарушают, ну, не беспощадные. Неостановимые. А вы кого сегодня к нам пригласили? Честно, я не знаю. Это вообще ладить просто. Вот мы все вместе и посмотрим, а потом подумаем. Какая радость. Ну, я правда не знаю. Я думал, сначала это депрессия невротическая, потом психопатия, потом органика. Вот непонятно. Все намешано. Это, скорее всего, это истерическое. Вот то, что следующее. Сейчас будем рассказывать. А вот. Поэтому возбудимые психопаты требуют коррекции библиотезной, требуют диагностики, обследования. Поэтому, ну, скажем так, если есть такая возможность, говорите родственникам, что такого человека нужно показывать психиатру. А это можно, ну, чем-то загасить? Конечно. Вот корректоры поведения, нейролептики, они достаточно смягчают таких психопатов, и у них, ну, более или менее складывается жизнь. Но их еще нужно поймать, убедить, и все такое. Мотивировать. То есть, они возбудимые, вот этот тип асоциальных, да? Да. Невозбудимые. Истерическое расстройство личности. Основная особенность истерической психопатии, это способность к вытеснению. То есть, человек может реально не помнить то, чего он не хочет помнить, не слышать то, чего он не хочет слышать, и искренне это не слышать, не видеть то, чего он не хочет видеть. И такие люди, они склонны обманывать, привирать, перекручивать, входить в роль, и чем сильнее такие люди заигрываются, тем, ну, и входят в роль, тем конечная цель вообще этой игры теряется. А вот, то есть, игра ради игры. Такие психопаты очень экстравагантные, очень соблазнительные, ну, вот, особенно женщины, ну, вот, как-то демонстративно соблазнительные, восхищающие. им важно быть в центре внимания. Они все делают для того, чтобы быть замеченными. Вот. Очень бросается в глаза театральность, преувеличение выражения эмоций, там, самодраматизация. Сегодня была пара на консультации семейной. парень так плакал. Я прямо сам растрогался очень. Неужели мужчинам так важны дети? Смотреть детей. А вот. Мы кое-что про вас знаем. Какая-то истеричность в характере, Хотел предупредить, сказать про то, что, ну, вот, психопатия все-таки это грубая дисгармония точности, да? Отечественные психиатры, Ильичко, например, Ганушкин, они выделяли акцентуацию личности, то есть заострение какой-то черты, ну, например, истерической черты, склонность к самодраматизации. Вот эта склонность, если в неблагоприятных условиях, она, конечно, может раздуться и мешать жить. Но в норме обычно это стухает и не мешает жить, а у психопата истерического это постоянно. Это постоянно. Ну, смотрите, вообще, демонстративный истероидный радикал это достаточно часто встречающаяся вещь. Например, в магии практики довольно часто попадаются клиенты и клиентки, которые очень склонны рассказывать о своей жизни очень трагически. Ну, приходит, например, ко мне клиентка и говорит о том, что она такая плохая мать, она не любит своего ребенка и прям заливается слезами, заливается слезами и рыданиями. я начинаю выяснять, собственно, что она мне описывает. Она как именно она не любит ребенка. Но она его там бьет, издевается, не кормит, не одевает. Ну, человек, вот она в каком смысле плохая мать? Она глубоко задумывается и говорит, нет, ну, нет, ну, я же там и это делаю, это делаю. Я говорю, на ручки берешь, да, сказки рассказываешь, да, маленького качала, когда не засыпала, ну, качала, конечно. Да, то есть, на самом деле, вот, это ее, этот ее рассказ о себе, он такой преувеличенно трагический. Она преувеличенно плохая мать. Она преувеличенно не любит своего ребенка. Вот это в рамках акцентуации, потому что, собственно, это никак не нарушает ее жизнь, да, она, в общем, все свои функции исполняет, все у нее хорошо, женщина, она такая нормальная, но вот то, как она это описывает, это преувеличенно. И, на самом деле, такие клиенты в нашей практике встречаются часто. Но они поддаются переубеждения, что все окей у тебя. это тут. Не, знаю, что убеждать выйти. Снова такие, старые врачи говорили, если много истерии, смотри в шизофрении. в шизофрении. То есть, манерность, демонстративность, вычурность, например, в поведении, в соблазнении, в одежде, ну, как-то очень экстравагантная, и вот эта драматизация, преувеличение эмоциональных, там, реакций, охани, ахани, да, то старые врачи так говорили, что это может быть и психопатоподобная форма шизофрении. Например, продуктивная симптоматика невыраженная, а больше вот такой дефект личности психопатоподобный. И здесь вот для дифференциального диагноза важно, например, вот сопровождается ли эта вычурность, экстравагантность еще и, например, неряшливостью. То есть, если клиентка ваша очень экстравагантная и при этом дурно пахнет, то вы прям должны сильно настораживаться. А если она с мытой головой, там, это вот пахнет вполне хорошо, то можно не настораживаться. А вот если она так, она одета в очень экстравагантные тряпки, ведет очень экстравагантный образ жизни, драматически о себе рассказывает, но при этом воняет, вот это граждане точно к психиатру. Особенно характерный запах при шизофрении это мышиный запах. Вот шизофреника еще отлетает мышиный запах. Так, то есть она клиентка, я ее послушаю и продолжу. Ну, как шизофреника? Никто не знает. Ну, вообще, у меня есть знакомая, которая, она пыталась работать в диспансере, но когда в кабинет заходил шизофреник, ее рвало. То есть, она была в нужную выскакивать. Чуяла прям, да? Да, то есть, она реагировала на запах. Более того, я вот недавно где-то в интернете прочитала, что сейчас с диагностическими целями дрессируют собак и голубей, что ли, у которых тоже вот хорошо с обонянием, вот, для, поскольку они вот... Для поведения? Да, для поведения, да, для дифференциальной диагностики. Вот, потому что они пахнут иначе. Это гормональная, значит, еще такое, Вот, смотрите, значит, шизофрения, предполагается, считается, что шизофрения это заболевание, которое каким-то образом связано с нарушением дофаминового обмена. И если нарушение дофаминового обмена, да, то тогда это меняет и запах тоже. Так, тревожно-мнительное или обсессивно-конкульсивное или анонкасное расстройство личности. Ну, уже из самого названия понятно, да, что такие люди во всем сомневаются. Для того, чтобы принять какое-то решение, им нужно это тщательно думать, десять раз перепроверить, осторожно все взвесить и так далее и тому подобное, что очень замедляет их продуктивность работы на самом деле. А вам, чтобы написать какой-то отчет, они тратят полному времени на это и страдают от этого. Они очень зависимы от оценки, позитивной оценки окружающих. Очень пунктуальные и стремятся к перфекционизму. Скорпулезны, добросовестны в ущерб себе. повышенная эпидентичность, упрямство. И они сами требуют от других людей того, чтобы те поступали так же, как и они. То есть, были пунктуальные, добросовестные и так далее. ананкастные психопаты часто, скажем так, в период декомпенсации имеют обсессии и компульсии. То есть, навязчивые мысли и навязчивые ритуалы. Поэтому их очень легко спутать с невротиками, с обсессивно-компульсивной мневрозом. У меня там вопросов заболковых различать. различать очень просто. Ну, вот то, что Галя в самом начале лекции говорила про пограничный способ организации опыта или личности или взаимодействия, да, то мы, в принципе, расспрашиваем, как человек относится к себе, как к нему относятся другие люди, кем они его считают, какой он по характеру, как он себя оценивает и как оценивают другие люди. Да, и человек скорее всего будет рассказывать, вот, что он мнителен, что он сомневается, что он очень добросовестный, пунктуальный, то это уже наводит на размышления об анонкаспной акцентуации или психопатии. Если это ему очень мешает жить, да, то это скорее всего психопатия. А если это невроз, то это возникло внезапно. То есть вот обнаружила моя клиентка своего молодого человека, неожиданно придя домой, в постели с любимой подругой, которую она пустила к себе пожить, поскольку подругу выгнали из-за ребенка квартиры. То есть она внезапно возвращается и тут на тебе такой нежданчик. И на следующий день или прямо в этот же день она принялась проверять утюги, плиту, замки. 15 раз вернулась домой проверить заперта ли входная дверь. То есть это возникло внезапно. И тогда это невроз. Раньше ничего не предвещало. Ну и снова таки вот клиент пришел ко мне с обсессивно компульсивным расстройством. Когда мы поработали какое-то время он ушел из семьи развелся и невроз прошел. Психопатия не проходит от изменения например стрессовой ситуации. Следующее... Как это называется занятие? Она анкасная. Ну может такие уже термины и не стоит запоминать. Можно обсессивно-компульсивно то есть про навязчивые мысли и навязчивые действия. Ну либо тревожно-мнительные характеры. Вот если так по-человечески сказать. Следующая форма расстройства личности это тревожное расстройство личности. Для тревожного расстройства личности характерно постоянное общее чувство напряжения, напряженности и тяжесть предчувствия. также человек имеет заниженную самооценку представления о собственной несостоятельности, неспособности, социальной неспособности повышенно как бы это сказать, завышает себе планку, критикует себя, уклоняется от каких-то ответственных задач, решений из страха критики, из страха отвержения, очень чувствительные к признанию и в принципе если они его получают, то более-менее могут существовать как-то сами с собой. То есть если мы говорим про таких психопатов, такие психопаты очень часто к нам приходят и очень легко спутать например с депрессивным состоянием. Как только вы слышите, что он несграба скажем так, несостоятельный и ну скажем и это свойственно такое мнение о себе свойственно ему какое-то длительное время, то это относится к тревожному расстройству личности. Я ну как-то для себя таких пациентов таких клиентов называю ну клиентов, которые находятся ну в нарциссическом кризисе. Но это не совсем верное в нарциссическом неврозе или там нарциссической депрессии. Это не совсем ну какая верная тракторка, это я так для себя обозначаю, что это не настоящая депрессия, тут не нужны антидепрессанты. Это вот такой способ отношения к себе. Ну понятное дело, что тут приложили руку родителей, там все такое. то есть это дефицитарный нарциссический полюс. Вот бывают грандиозные нарциссические полюсы, бывают дефицитарный нарциссический полюс, когда ну человеческое функционирование построено вокруг самооценки, но при этом самооценка низкая. Человек все время собой разочарован, он себе не нравится, любые слова других людей воспринимаются как критика. Очень сложно вступать в отношения с людьми из-за того, что ты такой некрасивый, неумелый, неумный и всякий человек лучше тебя. И как лечить это? Ну вот у меня есть такая клиентка. более того, она пошла в программу на первую ступень уже полтора года, никаких изменений. но я ориентируюсь здесь на минимальный какой-то интерес к развитию в программе, она в групповой терапии точно получит для себя. Но перед этим вся жизнь ее строилась как раз по грандиозному типу. Она все может и так далее а тут произошел обвал и она уже больше четырех лет находится вот в таком полюсе. Скажем так, она этим и вредит себе, потому что развелась с мужем, потом снова к нему вернулась, непонятно хочет ли она дальше с ним или не хочет. Мужику с ней сложно, он хочет детей от нее, она опасается, что она будет плохая мать, как детей любит она или не любит этого мужчину, как этих детей растить в семье, где она не понимает любит ли она мужчину и будет несостоятельной матерью. то есть короче куча таких заморочек. Лекарства на нее не действуют. Я отменил лекарство, она уже больше семи месяцев без терапии медикаментозной. Ну вот так пытаюсь ее согревать, мотивировать, привлекать в разные проекты. Там, где она может получить позитивную обратную связь от незаангажированных людей. То есть у нее такой депрессивный вид, если столкнуться? Нет. Мы сидим, разговариваем, веселимся, радуемся во время встречи, но жалуется она на то, что у нее жопа. Среди жалуются? Ну вот какая-то такая драматизация присутствует. Да, еще, еще. четкого такого разделения расстройств личности не существует. Обычно есть какие-то черты оттуда, 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 но вроде как превалируют вот такие что-то одно. Поэтому мы по превалирующим чертам ставим диагноз как психиатр. Но обычно, ну вот я начал про эту пленку говорить, у нее есть и анонкастные черты, и тревожные черты, и стероидные черты. Вот. Как-то так. Смотрите, вообще надо понимать, что вот каких-то таких четких границ между невротическим расстройством невротического уровня и расстройством личности то есть психопатии там нет таких четких границ. И мы говорим о том, что это точно психопатия в том случае, если это расстройство прям такое сильно дезадаптивное для нашего клиента. И тогда вот если прямо адаптация сильно нарушена, то это не к нам, это к доктору. но в принципе мы имеем дело с людьми вот на границе всего этого. Потому что, например, вот тревожные личности, они у нас появляются особенно часто. И эта тревожность, она может достигать уровня психопатии. И тогда желательно, конечно, консультировать клиента у психиатра и возможно назначать ему медикаментозную поддержку. У меня была тревожная такая ипохондрическая клиентка, я про нее много рассказывала, которая прямо сильно мягчала от медикаментов. Вот на фоне медикаментов она смягчалась, тревога смягчалась, она переставала бегать по врачам. Но психотерапия ей тоже была на пользу. Потому что некоторые навыки саморегуляции, самоосознание, возможность из понимания самой себя совершать осмысленные действия сильно украшали ее жизнь. Ну вот, например, до того, как она пришла ко мне, если она ехала к маме, и мама ей говорила, «Ой, я тут купила 18 килограмм кабачков, чтобы мы с тобой их закрыли». Она приезжала, и ей эти 18 килограмм кабачков были абсолютно не нужны. Но мама же сказала, да, и она с вот этим комком в горле, и последующим раком всего на свете, она закрывала в баночке эти 18 килограмм кабачков. После того, как она походила ко мне полтора года, она сделалась способна сказать маме, «Мама, если ты собиралась закрывать кабачки, закрывай». И мама очень удивлялась. И говорила, «А ты что, не пойдешь их закрывать?» Она говорила, «Только с тобой». И после этого кабачки выносили на компостную кучу. Потому что мама не собиралась закрывать кабачки. Мама просто собиралась ее чем-нибудь занять, чтобы понимать, что она не зря приехала отдыхать. Хрен ли она целую неделю работала, а сейчас приехала на выходные. Эти кабачки они правда никому не были нужны. Вопрос. Тревожное расстройство личности, а невротическую какую-то часть мы не рассматривали не такое сильное. Это было уже? было. В неврозах, в тревожках неврозах это было. Быстро как-то депрессию помню, в прошлый раз это тревожка. То есть вы понимаете, нет четкой границы. И да, психотерапия по-любому клиенту пригождается. Но в том случае, если это достаточно тяжелое нарушение, то медикаментозная поддержка пойдет нашему клиенту только на пользу. Ему не обязательно мучиться. Он может получить медикаментозную поддержку. и на фоне облегченного состояния он может работать в психотерапии. Ну, если брать, например, форму психотерапии, то для расстройства личности, ну, даже акцентуации личности, да, групповые формы работы, они как-то очень на пользу. Еще последнее, это зависимое расстройство личности. Снова-таки, очень часто мы слышим, звучит, да, зависимость, созависимость. Так вот, ну, правда, психиатры выделяют в отдельную рубрику. Такая личность активно или пассивно перекладывает какие-то ответственные решения на других чаще всего, подчиняет свои потребности потребностям других людей, не может сказать нет, вот как Галя приводила пример, не может предъявлять свои требования другим людям, чувство страха перед одиночеством, перед беспомощностью, неспособность к самостоятельной жизни туда же, страх быть покинутым лицом, ну, другим лицом, которому имеется тесная связь. потребность в советах, потребность в поддержке, в принципе, все то, что мы знаем, как, например, первый этап отношений зависимый или созависимый. Снова-таки, если мы встречаемся с человеком, у которого ведущее поведение зависимое, и от этого очень бесится муж, например, то такую женщину лучше показать мне. снова-таки, это разграничивает, например, этапы развития отношений от психопатии зависимого типа. Вот. Можно я скажу вообще в целом? Значит, смотрите, вот всякий раз, когда вы притыкаетесь на какую-то симптоматику, да? Например, на беспомощность, вот как сейчас вот описано. Все время нужны советы, все время нужна поддержка, нужны пинки, человек все равно никуда не двигается. Граждане, надо понимать, что мы, как человеческие существа, объединяем в себе разнонаправленные полярности, которые не являются изолированными, а имеют такую континуальную природу. И если клиент вот предъявляет нам только одну часть континуума, да, то это не означает, что второй части континуума у него нет. Она есть и граждане в полном объеме. другое дело, что для чего-то с какой-то целью вот в течение жизни он сформировался таким образом, чтобы этой частью своей личности либо не пользоваться, либо игнорировать ее. Но она там граждане все равно есть. потому что вот например жертвы насилия семейного так правило на мой взгляд очень агрессивны. Я по этому поводу однажды на конференции сильно поссорилась с большим специалистом в области работы с жертвами насилия, которая вот рассказывала о них так, как будто у них собственная агрессивность полностью отсутствует. Граждане, мне жертвы насилия выглядят невообразимо агрессивными. У меня есть знакомая, которая работала в благотворительной организации, которая занимается помощью жертвам насилия. И она когда-то собралась туда устраиваться, она меня об этом спросила. Я ей прямо так сказала, вот как вам сейчас говорю. И через некоторое время она оттуда когда собралась увольняться, она мне говорила, Галя, как ты права? Боже, я таких агрессивных женщин никогда в жизни не видала. Это правда. Это правда. Им это часть их личности не представлена. Она проецируется и с помощью проективной идентификации, которую я уже описывала, они включают агрессора в другом человеке. то есть они много делают для этого. в семейном насилии там жертва, я не говорю всегда и неизменна, я говорю, очень часто много делает для того, чтобы стать жертвой насилия. То есть вот смотрите, если мы имеем дело с расстройством, в котором человек не уверен в себе, он все время себя принижает, да, то надо понимать, что вот та часть, где он грандиозный и великий, она тоже присутствует. Например, он может быть очень великим в своем ничтожестве. Прямо вот нет на свете другого столь же значительного в своем ничтожестве человека. И в психотерапии это обязательно надо иметь в виду. Я понятно говорю? То есть если мы имеем дело с человеком, который предъявляет себя как бесчувственного, это надо понимать, что уязвимая часть у него где-то внутри тоже есть. Но она просто спрятана так далеко и когда-то она была уязвлена так сильно, что неизвестно, можно ли туда добраться и главное стоит ли это делать. Но то, что она там наверняка есть, это факт. потому что значительная часть очень агрессивных психопатов выросла в ужасных условиях, где над ними издевались с очень раннего возраста. Зверски били, не кормили, ну, зверски с ними обращались. И не получив никакого опыта поддержки, понимания, со-чувствия. Они никоим образом не развили в себе эти качества. То есть поскольку с ними не обращались как с людьми, то вот этого навыка обращаться с окружающими как с людьми у них не сформировалось. Перерыв. Или коротенький перерыв, или клиентку смотрим. Давайте коротенький перерыв, что произвел. Продолжение следует...